Друзья, всем привет! И снова Кокина. И я снова отловился. Хотя было непросто. Оббегал весь водоем. Но все только ради вас. И реально старался наловить и показать, что я могу. Друзья, всем привет! Вот мы на рыбалочке протестировали уже наши монтажи, которые мы с вами вязали. Вот. Ну, за сутки самый рабочий монтаж у нас оказался универсальный. Вот он. Вот он он. Который у нас такой же снизу крючочек. Ну, если вы наблюдаете за моим каналом, то вы, наверное, видели, как мы вязали. Вот. Также отработал второй монтаж. Вот. На этот монтаж мы поймали три осетра. А на этот монтаж мы поймали пять осетров. То есть у нас рекордсменом является универсальный монтаж. Этот обычный монтаж, который говорят, что он монтаж для багрения, мы на него не поймали ни одной рыбины. Так что такие дела. Вот. Посидел я вон там. Вот там посидел. Вот взяли, друзья, запаренный перец. Открываем ведерочку, соответственно, дома кипячком залили. Теперь берем содержимое той селедки, на которой вы будете ловить, берем и просто залипаем. Почему я ловлю на красную селедку? Кто-то ловит на исланку, кто-то в винном соусе исланка, там, в красном вине, там, я не знаю, во всем. Чем мне нравится эта селедка? Это та же самая селедка, это не лосось там какое-то, это просто под лосось. То есть это красная, крашеная селедка, вот, которая, я не знаю, краситель, что ли. То есть она крепкая, она на солнце, если вы ее выложите кусочками, порежете, она у вас быстренько обветривается, и она покрывается корочкой, соответственно, у вас, она не будет отлетать при забросе. Вот, чем она, собственно, мне нравится. Еще один немаловажный момент. Когда вы берете эту селедку, она, видите, красная. То есть вы ее берете, режете кусочками, вы ее насаживаете, она у вас красная. Когда вы ее закидываете какое-то определенное количество времени, да, вы вытаскиваете, она у вас уже никак не красная, она у вас уже белая. То есть, соответственно, масло все с нее вымылось, все красители вымылись, и она не создает никакого запаха, никакого обувка. Что вы делаете? Берете, снимаете, выкидываете, насаживаете новый кусок. Вот, собственно, вот, задавали вопросы, как ты что насаживаешь. Вот, пожалуйста, смотрите, как получается, я насаживаю по два червячочка на каждый кусочек, на каждый крючок делим селедочку, там, можно на два куска, можно на три. Ну, то, когда раз, в общем, вот, я когда на три части делю, когда на две есть, там, селедки много, плево, нету, собственно, куда же ее назад ввести, что ли? Вот, и все, вот так вот насаживаем по два червячочка, теперь берем кусочек селедочки, режем на три части, вот, и все. И, привет, вот она под лосось, не надо там покупать лосось, всякие там форели, я уже на все пробовал, ну, креветки, не креветки, и самый рабочий фоновой товар, это селедка. Мой путь, то красный, в винном соусе, и так далее. Так что, вот такие вот дела, ребята. Ну, что, поехали дальше. Ну, друзья, вторая поклевочка у нас на том месте, напротив леса, не напротив, а возле леса, и вот, это у нас вторая поклевка, первую поклевку мы тащили, тащили, но мы слили, потому что я лоханулся, неправильно наватал нитку, не то, что неправильно, а плохо наватал, она у нас слетела. Вот, и тут вот, первый у нас осетр пойман, честно, возле леса, и в рот. Так что, вот такие вот дела, когда вытаскивали, он еще и вторым плечком зацепился за задницу. Вот, ну, первая реализация есть, погнали дальше. Поменяли место дислокации. Так, еще один в зачете. Сиденок монтаж работает универсальный. Опять же, то багрильщики, багрильщики, блядь, чисто в рот. Ну, вот, друзья, пересел я на центр дамбы. Центр дамбы начал работать. Я с горя наполам проснулся между ребятами, сел. Звук на этом видео выключен, потому что там очень много мата. Костян там прям нормально, так, порядочно, отборно ругался надом, потому что не мог поймать его под саком. А Иваныч достойно вываживал. Респект, красавчик. Потом я перехватил, спустился в одной руке камера, в другой руке под сак. И в конечном итоге я его поднял, все-таки потом передал Костян. И все, ребята тоже молодцы. Тоже подписан на мой канал. Тоже я им благодарен. Тоже смотрели. Вот, ловили. Тоже прям рядышком друг другу помогали. Ну, вот, собственно, много видеороликов мне не получилось снять там. Вот, потому что неудобно это все совмещать. Но все же чуть-чуть я снял, и все врут, все врут, ребята, все врут. Ну, так, друзья. Там посидели, одного вытащили. Там посидели, ничего не вытащили. Вот, что-то плюет, плюет, плюет. Ничего нету. Потом освободилось блатное место, но на блатном месте я ни хрена ничего не поймал. И перешел сюда, под садочек, на приблатненное. И тут поймал еще четыре. Четыре осетра я поймал на центре плотины. И четыре осетра я поймал здесь. Так что такие вот дела. Вот, на большом народу, конечно, вообще тьма тьмущая. Просто вообще и присесть негде. И все приехали на форель, запустили форель. Так что, если кто хочет половить форель, думают, что рано. Ничего не рано. Люди вон сидят и ловят. И ловится хорошо вроде. Так что вот такие вот дела. Вот. Так что универсальный монтаж. А, да, спрашивали, как я запариваю перец. Перец. Просто насыпаете сухой перец. Вот. Заливаете его кипятком по уровню. То есть, ну, грубо говоря, столько же и сколько. Чуть выше перца. Вот. Селедка вот такая вот. Селедку вот такую использую. Вот. Ну, можно и сланку, можно обычную. Ну, она вот такая красная. И она чем удобна? То, что когда она вымывается. Вот. И она становится белой. Если она стала белой, значит, у нее уже вкусовых качествах, запаха, масляных пятен. Ничего нет. Вы снимаете и насаживаете на ному. Также насаживаете там по два крючочек. Крючочек по два червя. И примерно вот такие вот кубики. Можете вот этот кусочек, грубо говоря, делить на две, на три части. Как вам удобно. Смотрите по расходу селедки. Если вам селедки не жалко и, ну, соответственно, большому куску рот радуется. Он его и на две части вы его поделите. Он прокосится. Также, когда вы открываете вот эту селедку, у вас распаренный пелец. Вы в распаренный пелец просто берете и выливаете содержимое вот этой селедки. Эффект, я вам скажу, по сегодняшнему клево. Ощутил я на себе. Эффект реально очень интересный. Вот. Что я, по-моему, даже посмотрите фотографии ВКонтакте. И вы увидите, что я, скорее всего, за сутки отловился лучше всех. Так что вот такие вот дела. А я уже потихонечку собираюсь домой. Ну вот, друзья, что мы и поймали. Немножечко. Вот. 8 штук. Не 23. Но все равно приятно. Ну, клевал он плохо. Так что, я видел. Вон наш подписчик. Подарил я ему монтаж. Вот. Вон посмотрел, оказывается, один монтаж. Вот. А другие не посмотрел. Как раз тот универсальный он и не видел. Ну, Влад пишется. Будем надеяться, что он лавится. Люди кайфуют. У вас клюет? Ваня, я не понимаю. Чего не понимаю? Поклевка, это не поклевка. Нет, это аэратором сдувает просто поплавок и все. Тянет. Это плетенка. На удочку надо леску. Плетенка, она тонет. И у нее сопротивление очень большое. Так что, такие дела. Все, я домой. Всем счастья, здоровья, любви. Ну что, будем грузить наших красавцев. Оператора у меня нет. Приходится все делать самому. Так, ништяк большой. Вода он тоже, опять же. Уф, мясо люди жарят. Там, наверное, с резными водителями. Романтика, прям я не знаю. Романтика, прям я знаю.